Всем привет! Сегодня у нас будет о турках Турции. И я немножко с точки зрения психолога объясню какие-то моменты. Хочу рассказать, почему турки хорошие семьянины, у них очень важна семья. Но при этом они очень несамостоятельны, они очень сильно держатся либо за родителей, либо за семью. И здесь дело не только в общественном мнении, что скажут и так далее. Почему у них вот такая несамостоятельность? И казалось бы, они могут достигать на работе каких-то высот, быть крупными руководителями или иметь свой какой-то бизнес и так далее. Или просто довольно-таки могут быть, ну грубыми отчасти, хорошими руководителями. Но при этом, когда приходят домой, они могут подчиняться супруге или бояться ее. Здесь очень многие боятся своих жен. Или, например, если не супруга, то своих родителей. И делают это не только в одобрении вообще, а многие, когда они крупные начальники. То есть я к тому, что властные, волевые люди, состоявшиеся, вроде бы казалось нормальной самооценкой. Но при этом они каждый свой шаг, домашний, бытовой, семейный какой-то, они обсуждают с родителями. Или с какими-то ближними родственниками. Или у них там вообще все в семье советом каким-то решается. Хотя на работе это независимо или где-то в обществе. Работа это просто как показатель, да. Но вообще с друзьями, в обществе, там еще с кем-то где-то. Вообще не в каком-то человек абсолютно волевой, принимающий самостоятельное решение. Но, блин, в каких-то семейных вопросах он вообще ничего не решает. Это все решает семья, либо за него жена, либо вообще родители. Есть вообще больше, скажу, такие семьи, где все за жену и мужа решают родители всегда. Мне вообще всегда интересно в таких семьях, вот когда умрут их родители, что они делать будут, как они будут принимать решения. Вообще, как у них будет держаться дальше семья, если они сами решения не принимают практически. У них или все согласовано, ну прям, в общем, почему так происходит? Все очень просто. Я не говорю только про турков, а вообще про восточные менталитеты, восточные народы. Вот это объединение в семью и клановость, это их определенный пунктик. Это исторически так сложилось, это их культурный момент. Естественно, логически, да, логично, что выживать вместе просто по природе, это проще, удобнее. И, собственно, поэтому люди как бы и группировались, объединялись всегда в какие-то сообщества. Но, в частности, сейчас мы уже живем в 21 веке, и наоборот, очень много свободных людей, у которых, вот, независимых людей, у которых есть свое мнение, которые хотят делать то, что они хотят. Для нас, для нашего менталитета это больше понятно, для европейского менталитета, я такой же человек. Так вот, знаете, люди, которые быть хотят в группе, принадлежать какой-то группе, совместно разделять ответственность за решение ситуации и так далее, они априори, у них, ну, скажем так, не скажу, прям слабая самооценка, она подвержена. Самооценка подвержена. Когда ребенка сравнивали в детстве, говорили, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не выйдет, держись нас. То есть самооценка этих людей зависит от группы, от мнения. И здесь, на Востоке, людей так воспитывают с детства, что мы все вместе, мы вместе решаем, или решает кто-то там один за тебя, с тебя снимают ответственность. Затем эта проблема, ну, скажем так, для меня это проблема, как для психолога, для кого-то не проблема, нормально так и живут. Но я к тому, что потом родители воспитывают в ребенке чувство вины, ответственности и обязанности. То есть мы за тебя брали какую-то ответственность, там, папа, мама, родители решали и так далее. Вырастая, ты должен отдавать чувство вины, ты должен быть хорошим ребенком, мы тебя принимаем и любим по условию, что ты хороший, когда ты делаешь то, что мы сказали. Или ты выполняешь наше задание, или ты оправдываешь наши надежды. Мы о тебе думали, там, женишься вот на такой женщине, а ты выбрал вот эту. Но это не то, что папа с мамой хотели, да, вот эти конфликты потом возникают. То есть вот этот элемент воспитания, который закладывается в обществе, в психику ребенка, человека, он с этим растет. Тебя снимают какую-то ответственностью, клановостью, семьей или, там, в принципе, в общем-то, решением проблем. Но потом в тебе вызывают чувство вины и чувство долга, которое ты должен нести, быть ответственным. Поэтому очень много историй, когда младший сын во многих семьях здесь, да, вот, я думаю, такое слышали, с турками, если общаетесь, что он больше заботится о родителях, ну, там, ну, а-ля, там, самый маленький любимый был. И он там либо остается в родительском доме с ними жить, им помогать, или он живет где-то рядом со своими пожилыми уже родителями. Хотя старшие братья и сестры могли разъехаться, или даже в другие страны и так далее. И вообще могут в жизни родители не участвовать, разные семейные отношения бывают. Ну, вот, младшенький, условно, он при родителях или старается им как-то помогать. Типа, а лед, такое чувство, долг у него воспитывается. Или, наоборот, с семьей есть кто-то старший ребенок, тоже такое на них бывает. Ответственность на них, как на старшем. Потом маме помогает с братьями и сестрами, а потом все уже выросли, и за мамой там дальше с папой ухаживают. Ну, это часто такое бывает в семьях неполных, когда кто-то из родителей умер, например, или там в разводе. Старший выполняет роль функцию взрослого. Почему они такие семьянины, да? Почему турок так важно, и у восточных людей семья? Потому что это объединение. Потому что вот в этом сообществе, в всей ячейке семьи легче с тебя снимается доля ответственности. Мы принимаем решение сообща. И вот ощущение того, что ответственность за принятое решение верное, она на всех делится, или на какого-то одного человека, который берет эту инициативу на себя, так легче жить, так проще. Но вот это желание продолжать вот в этой каше семейной всю жизнь вариться с вот этими тесными страхами, ощущениями, связями всеми, это чувство вины, и это определенные манипуляции. Очень многие люди бы хотели выйти из этих ощущений такого общения в семье. И поэтому возникают такие случаи, когда, вот по примерам из моих писем и вообще вот эти истории, вы, может быть, участник в такой истории, да? Когда, скажем так, с родителями знакомят турок со своей невесткой, которая иностранка, которая им не нравится, которую они не выбирали. У них начинается конфликт, да? Они начинают ему манипулировать, давить. Вот эта вся чистая классика, то, что я им сейчас рассказывала, чтобы ребенок отвечал их требованиям, и, скажем так, тогда мы тебя любим. А он делает что-то против, не так, как они хотели, не по их родительскому плану, вопреки. И тогда возникают моменты, когда мужчина отказывается от своей семьи, уходит из нее, прерывает общение, выбирая свой выбор, отстаивая, да? Свою женщину выбирая, на ее стороне оставаясь, прекращая общение с родителем, показывая свое такое фи. Вот если бы все так хотели очень сильно быть клановыми с родителем в семье, таких бы случаев не возникало. Говорит о том, что у него это базово когда-то сидело. И вот женщину не такую, как родители хотели, не как там, ну, турчанку или каких-то там еще социальный какой-то уровень и так далее, спрос какие-то свои у всех. Не обязательно проблема национальности, разности этой, менталитетов. Просто он уже априори искал себе женщину эту как повод сказать свою фи и сказать, что я как вы не хочу, я не хочу в этом вариться, я хочу по-другому. Если бы он был полностью в этом симбиозе с родителями, он бы изначально себе не искал жену-иностранку или трудную жену, которая мне подойдет, он бы нашел ту, которую бы обусловили родители и дали бы... Естественно, он уже знает, что родители дадут добро на вот такую пассию его. Все окей, все решено. Он бы не пытался, скажем так, рыпаться, выпендриваться и создавать конфликтные какие-то моменты. Очень у многих восточных людей они выглядят такими самодостаточными, крутыми и так далее. Но почему-то эти трагедии, слезы в сериалах, да, вот эти мыльные оперы всякие, почему-то любят, это снимают, смотрят, это выход эмоций. У них это внутри все есть. Они вроде бы такие где-то горды, где-то как-то, да, могут ругаться неделями, годами не общаться, месяцами не разговаривать гордые. Но у них проблемы очень у многих с самооценкой, их очень легко ранить. Поэтому они такие обидчивые. А обиды — это реакция детская, с детства. То есть когда их родители подавляли или их эмоции, или их недовольство в детстве, вот этим привязывая их к себе, то ребенок обижался. Обида — это проявление, проецирование внимания к себе, это вообще детская история. Это вообще все с детства идет такое научение к такому поведению. Турки обидчивые, потому что они в детстве, их очень сильно подавляют в семье эмоционально, в том числе не разрешают что-то эмоционально. Они потом обидой этой переносятся в взрослую жизнь, в такую манеру поведения, взаимодействуя с людьми. И обиды они показывают, типа, а-ля, свой характер, свои какие-то там недовольства и тому подобное. И поэтому из-за того, что они подавляют очень много эмоций, они очень быстро вспыльчивые. Там, где не нужно. Я вам рассказывала до этого пример, приводила, типа, а-ля, там, на дороге. Чуть только какой-то конфликт начнет орать тут же. То есть эмоционально, экспрессивно выражают эмоции, не могут себя контролировать и сдерживать. Им это дается очень тяжело, потому что они очень много подавляют. И они настолько наподавляли, что они быстро взрываются, просто как фейерверк какой-то эмоциональный. Они это не контролируют в эти моменты. Поэтому в Турции немало семейного домашнего насилия. Опять же, поэтому, что подавляют. Их с детства очень много обижают, подавляют, не разрешают эмоции. А вы знаете, подавлять эмоции нельзя. Они когда-то рано или поздно вылазят. И когда родители тебя любят условно за что-то, чтобы ты был вот в таком образе. А куда девать плохие свои эмоции, негатив, там, агрессию и так далее. Оно копится-копится. А потом мы это вымещаем уже в своей семье на слабых, на, там, детях, на жене и так далее. Или жены также подпиливают своих мужей, провоцируют. И вот эти деструктивные подобные отношения больные, они продолжаются. Все, вот я вот просто сегодня рассказала такое взаимодействие с точки зрения просто психологии. Объяснила эти процессы. Поэтому, когда вы знакомитесь с турком, вы хотите клановую такую семью, такой семьянин хороший, вы всегда помните, что вы, выходя замуж за турка, вступая с ним в какую-то связь, там, в отношения рожаете детей, вы тоже выходите замуж за его всю семью. И надо смотреть на его родителей, на его семью, нравятся они вам или нет при вот этом знакомстве, при вхождении вот в этот клан, принимают, не принимают и так далее. Потому что их тесные взаимосвязи могут быть вам не очень комфортны, потому что мы воспитываемся в другом, в другой сфере. Мы больше, скажем так, ну, каждый сам по себе или какие-то одиночки, так бы я это могла назвать. Пишите ваше мнение по этому поводу, что думаете. Ваши комментарии очень интересно будет почитать. Может быть, вы со мной не согласны, а может подтверждаете то, что я говорю. Всегда в инфобоксе под видео я оставляю свою почту, для того, чтобы вы могли написать мне письмо с темой «История от анонима». Я отвечу на ваши вопросы, прокомментирую вашу историю в видео, либо записаться ко мне на психологическую консультацию. Спасибо всем за внимание. Всем пока.